Девушки отдыхают 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 Удалось. Немало сегодня зрители присутствуют на стадионе. На дальней стороне. Фактически все верховые места заняты. Мини даже. Солнечный день, хорошая погода. С утра с нашим Тагилем. В прямых районах была гроза даже замечена. Ливень. Как раз на Гальянке. За комодух. С этого района как раз выступал Александр Захарц. Но как уже вечер, погода в всех районах восстановилась. Дождей нету. Гроз нету и можно играть. На немокром поле. Тяжело где-то может помешать. Быстро под устану футболиста. Но ничего не поделать. Такая погода у нас на главе. Организовалась. Первый день. Да, сегодня первый день. Июля. Пойдет, 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 пойдет. Потом шлик снова с мячом. Похотят ладонники от одного. Делает классный пас. Разрезающий всю оборону разрезал. Удавал на Александра Хнычкина. Но в последний момент все-таки Александра пробить. Оборону не повыка помешала. Подача на дальнюю. И замыкает ее Александр. Врачи Самуров капитал команды с передачи Сергея Савиных. Он Сергею не первый раз уже участвует в взятии. Ворон соперника в этом сезоне. Очередной ассист. На этот раз углового. Уполнение 17 номер. И Алмаз уже ведет со счетом 2-0. Это прям сверху удачный дебют. Буквально 10 минут еще прошло только первого тайма. Не гостеприимно встречают. Саладинцев. Команда Металовка. Тема шлик пасует на Александра Захарса. И мяч там перехватывает. И Тайгар Цун. Отыгрывает назад. Пас вперед. И снова мяч у Алмаза. Пас наперед на Кула-Кула. 13 номера. Но там добросся в эпизоде Михаил Гусев. Как видим, сегодня очень опытный статус состав в Алмазах. Молодых футболистов. Мовички, основа вся в строю. Будет возможность у молодых футболистов. Да, Миров, в частности, Нургалиева. В прошлой игре практически все отыграл. Еще выйти на поле, если вот счет будет уже очень крупный, в пользу Алмаза. Да, Миров все не дал. Да, вот он, на скамике запасных. И, по-моему, Иван Таранченко тоже. Молодые игроки. Спитерники. Ну, даже здесь еще игроки. Юношеская команды спутников в Алмазах. По сравнению с этой игрой у нас сегодня еще одна заключительная встреча проходит в Зележинском районе. Хозяева поля спутников Фортуна и есть у них совпало по календарю, чтобы две игры. Ох ты, комбинации суперсейп от галкипера. И саморочный пробивал. А вот я справился в этом эпизоде. Ну, как видимо, команды из Салды тоже приехали запасные. И футболисты юных. Ну, и, скорее всего, тренер тоже даст им возможность проявить. Так вот, Сетюнюха и Фортуна встречаются уже. Целый раз за неделю. И тут у нас зафиксирован рекордный счет 11-0. Вот так вот. Тоже негостепринно. Фортуновцы встретили. И Сетюнюху в своем стадионе. Ну, и сегодня, наверное, попытаются увеличить этот рекорд. Игры с счетом 12-0 или 13 даже. Но Сетюнюха, думаю, тоже разбрано. Какой-то супер разгром. Сегодня попытаются сыграть. Лучше. Где-то может даже забить. Сопередитель у них тоже имеется. Кто может поражать ворота соперника. Сюда Андрей Караваев, который Горьянки забил с полполя. Голл престижа. Встреча у нас у нас уже вот ударный отбитер Антон Терафинов. Удар головы состоялся. Ну, нет, синтированный. Мяч в порошечко так полетел. И Евгений Осминова спокойно его выловил. И мой футболист прям к кромке выбежал. Готов любой момент заменить кого-то из игроков. Видимо, Алмаза. Ну, пока счет не такой крупный, чтобы выпускать там молодое и юное одарование. Пока всего лишь 2-0. Будет 1-0, тогда можно. Хороший перехват от 3-го номера. Увад борется. Это все-таки его на тренингке проходит соперник. Николай Ёмкин закладывает финты. Уже в 40-май. Простреливает и зарабатывает угловой. Ветеран Сладинского футбола. Ну и чемпион области, Сировской области прошлого сезона составит Титана. В 2-й группе. Клай Ёмкин. Ход обсуждает священный клан арбитра Тантра Фимов. Помогает ему Егор. И на дальнем крыле. Вадим Женицын. Скидка головой от Александра Тезки. Александра снова. Супердриллинг. Отдает передача обратно. 88-го. Прострел. И там Константин. Будет готов нанести удар. Но мяч не смог. Обработает там. Супердриллинг уже. Вот обрал. Кулаков с мячом. Пятка сыграет по-средствовски. Продолжить атаку не получилось. Мяч у Алмаза. Артем Шик набирает скорость. Пас наперед. Александр Николаев. Неудачно пасовать партнерами. Снова Алмаза. Николай Лонкин. Мяч отбирает. Пас. Центр на Илью. С у нас там номера. Перевод направо. Догоняется Виталий Кравцунг. Догоняется. Заработает аут. По жердовке. Видимо. Ее выиграл. Металлург. Играет их голкипер. Не против солнца. В отличие от Евгения Смирнова. Удар в ближнем углу. Женя выручает. Бывает на голый мяч. Ну зато. Легче в атаке игрокам Алмаза. У них тут тенек. Наполне поле соперника. Такова тем комфортно. Удар головой. Добивание от Кулакова. Еще будет удар. Еще удар состоялся. Но защитники помогли. Выручили. Удар блокировали. Будет черновой головой. Ну так она даже ее с металлург. За уже не такие подходы. Кладу там Алмаза. Сможно тут следующий же стандарт. Кажется для них счастливым. Подача классная. Там пятка. Пытался замкнуть кулаков. Но не получилось. Цепляется Александр Захарс. Класс-центр. Завсинку. Заброс. Сокина от Тема Шлыка. Сокина от Мяч. Пас центр на Константина Прокопенко. Константин изящно пропускает его Александру Хнычкину. Александр Хна. Вячеслав Месько. Вячеслав бьет с дальней дистанции. Мяч в воротах. Вот так вот он. Ударное исполнение. И за стол расстал голкипера. Салды еще осталось нас. 3-0. Гол. На своемя личность. Месько 14 номер. Буквально уже на 17-й минуте матча. Ты вчера фотографировал? Вчера был лидом фотографировал? Да, да, да. Видите? Сегодня футбол. Вчера хоккей. Да, да. Готовы все работаем. С парнями фотографировавши. Мальцы. Матч понравился? Верили в чемпионок. Подача в шерфну. Евгения. Мяч легко вылавливает. В атаке «Алмаза». Первый на мяче. Игрок уже здесь, а вы еще в центре поля. Как так? Николай. Здесь Саиных. Постали в шерфную мяч. Доходит до Александра. Но нет. Удачно обработал. Обисок не толкнул. Подбот за «Алмазом». Дальний удар. Мимо. Позади у нас уже 19 минут. Первый тайм. Расчет 3-0. Доминирует в атаке «Алмаз». И вот вылилось это все. 3 забитых мяча. Ошибка. Артем перехватывает. Бьет на исполнение. Мимо. Вынеси его туда. Неки тут разводи. Ну забил сегодня уже Артем. Можно где-то сейчас и промазать. Уже записал. Гол на своими. Гол на своими. Агрессию. Агрессия. 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 Слушай, ну мне уже это делать. Я ихергнула потом. Не, на смысле, что-то она. Здесь мы только пожарили, Александр Захарс, леча Алмаза, Артём Шрых на сваркнышке пытался 16 номер пробить, удар заблокировали И тут уже голкибер вполне вышел мяч, выпил валт Ударное исполнение, закруточка от Александра Кнышкина, но слишком высоко мяч полетел, снова летел в дальнейшую стадион к забору Пин снять ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Переход «Алмаз» 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 Уже Уходит, видимо, старая травма, но сейчас как раз возможность привести дополнительное укрепление сустава в норму. Время есть дополнительное зажиры тренерскому штабу обеих команд, 5 большей установки, а вторую часть первого тайма. Судей есть возможность обсудить какие-то моменты, подсказывать что-то коллегам, лайнсманам. На этом деле еще был сыграл матч вчера в поселке Старатель. Солид принимал юность Высокогорец, и сейчас мы посмотрим на Градиона, как там в делах, кто набрал очки, то я их, возможно, не набрал. А победу во втором матче пятого тура одержали гостей юность Высокогорец. Вторая победа, в следующем 2-3, были повержены салютовцы, старательцы. Голы там забивали за салют. Обухов Александр, ну кто еще мог отличиться, он единственный, по-моему, кто в этом сезоне уже оформил пент от Риг, пять мячей в одной игре. У нас все равно выход, команда в итоге прыгала с путику Фортуни со счетом пять-шесть. А у юности забивали Сергей Ласкин два мяча и Гаврюшкин Дмитрий с одиннадцатиметровой отметки. Вот не хватало, конечно, юности Димы. Только пришел, сразу пришла победа. Я был почему-то на старте сезона, но вот. Провели селекционную работу, тренерский штаб Николай Весерлов, Юрий Сашкиншов и поселили команду более опытными футболистами. Сразу вот вторая победа пришла, первая победа напомню их. Матч из Тюниха Александра Захарова показывал с Пориум мяч к нему и прилетел. Но в итоге оберегинги тут уже обградать не удалось. Чтобы можно было прорываться в шерстной, забивать третий мяч, обнять хат-трик. Подача рикошета и мяч спокойненько прилетает в руки Евгению Смирного. Паса разрез, все классно. Мяч доходит до Александра. Но тут в подкате самоотверженно действует Николай Шестаков. Министерный номер. Такой персонал и Турмаза. Николай свечу зажигает, собственно шерстной. Но потом выносит мяч подальше. Цепляется кулаков. Тринадцатый номер набирает скорость. Но неожиданно спотыкаются и потеря. Алексей Самуров впас на Артема. Артем Кобедина с Вячеславом. Тринет вызывает Илью все-таки вернуться, помочь в полузащите. Классный гриблинг там. Тринадцатый номер. Заброс, хороший заброс на восьмерочку. И в итоге, что сигнализирует судья Пайнсман. Да, указывает, что нужно будет воздать. Металутер стандарт, уголы. Владимир Женицын. С тем временем в связи с водопоем. Минуты две вычесть. С нашим секундомером 22. Получается, сыграли уже в первом тайме команды. 4-0. Сверху удачно. Дебют хозяев поля Алмаза. Сверху удачно. Подача, удар головой. Все классно было разыграно. На мяч полетел. Лучше перекладин. Ну и Евгений Сминов всем видом показывал, что все у него под контролем. Время. Сверху удачно. Ну и Евгений Сминов. На мяч полиция опыта. На мяч поля. Умень. Очень вовремя. Умень. Умень. Я сейчас. Время. Умень. Константин налево, сюда правый фланг, налево фланг уже у Гусева, Сергей Савинех с мишем. Скорость, Сергей, прострел, все контролирует мяч, пинывает на подбор за Александром Нычкиным, Сергей, еще одна подача, Александр под удар Константину, Константин бьет точно на исполнение в нижний угол, и это 5-0, Константин Прокопенко. Пятый номер передачи Александра Рощина, 88-го. Ну, с такой результативности похоже на наш рекорд позавчерашнего матча, 11-0 будет побит, так продолжит действовать Алмаз. Можно еще в первом тайме забивать пару мячей, время позволяет, атака сверх сильная. Пришли вот Александр Захарс, уже дубль оформил, Константин Прокопенко тоже забил, Александр Рощин раздает, а Втемшев забил. Серьезно сегодня алмазцы намерены порадовать родную публику с забитыми мячами. И вновь хорошая возможность была, ну, в мячниках, посудовав, Металуга не хочет лететь, ствол ворот. Да, 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 да. Тут приходится Евгению Смирнову, да, сейчас один раз бегать и береза хмешнать. картинка светло небо жара тенек на поле деревьев уже практически по всему все площади комфортно и комфортно останется футболистам проводить поединок тема штука жестко свечают пока не может подняться но помогает ему это у меня александр поборолся мяч отобрал обыгрывает опасно вячеслав месько вячеслав налево санта крышки ладно передачи но тут уже план ауха за планты был разбит прихвачен тут же обратно отобрали алмазовцы 1 в 1 пытался рисовать ничкин обыграть получилось ну сегодня алексей самов на превышен позиции действует защитником сегодня есть кому впереди играть ему сам свою обычно любимая ампула отем шлик черпачок только забрался вперед он проходит 1-1 выходит александр но зачем почему-то сделал паузу бить не стал уже просто момент на этом был исчерпан позиционно атаку переход атака дальний удар от артема с ним по типу металуга справляется украинка на опыте перехват прочитал куда за события хорошая боно пропали снова с мячом классный пас а константина константин снова бьет на исполнение закруткой на этот раз то вот не попал что мяч кому-то по пути коснуться будет разыгран угловое исполнение сергей савиных уже один синил ассист от флажка выполнил у нас форме своеобразный дубль шипа сюда штанга выручая там александр снышнил все удар головой подбор за алмазом у нас на коротке от тем штык вперед на право фланг ассайда нету сергей савиных снова подает и тут замыкает ее алексей самулов а сайт был да не зачитали а кого сайта был лёхи а так красиво забивал а если бы не коснулся там полу мяч ворота летел нет выход 1 на 1 неожиданного тема шлыка и от тема штык оправляет дубль все становится 60 60 ну реку рекорд недели 11-0 посмотрим удастся ли побить серьезно настроены игроки алмаза из тюниха сегодня у них матч реванш сейчас идет параллельно ну да пока что поражение матч дэй напастись на кубке когда я не вылез да смотрите фото репортаж видео репортаж и мальчик полностью снимал там как чемпион последний шайбал на последний секунда 61 игроков это виталия коричневых вопратишь забили никого семена И у нас уже 35 минут прошло, вот это супер результативного первого тайма, 6-0. Ну и не зря, вот столько, кубики собралось. Уже столько ничего видеть в исполнении их родной команды. Спасибо, все равно. В субботу приезжайте на спутник, будет уравиться, принимать ОМС. Надо съездить, а тут все же ради тоже ездить. Тут, а рядом сейчас. Они во сколько? В 5 часов. Мы просто возможности повышать всех болельщиков на матч Перин-Старосе 3-й дивизион. Александр Захов сбил на исполнение, низом в дальний угол. Чуть-чуть совсем точности не хватило, так же счет уже будет 7-0 в первом тайме. Трансфер из Гальянки. Да, да, да. А он в том году, по-моему, уже не играл в Гальянке. Не играл? Трансфер из Гальянки. Короче, заброс на коллекцуна, но там первым на мяч оказался Сергей Савиных. Два мяча на поле. Лепроутга. Расправляет эту ошибку. А вот разыграл. Подачи на ближнюю штангу, но там кораблил этот навес Алексея Самойлах. Заброс на левый фланг. И удается металлугу мяч перехватить. Такова. Вперед точно. Налью, но... И ведут. Скажу, все эти мяч отобрали. Классного вперед. Попытка в касание. Продолжить атаку не получилось. Попытка. 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 Так, все действует. Сандрах нычки. Четвертной. Бьет. Простреливает. Не даю штангу, но там слишком сильно. Не точно. Как он не успел замкнуть. Да, вот ворот. У нас уже концовка первого тема. У нас уже концовка первого тема. Попытка. 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 Продолжение следует. По концу. Пошёт перейдут. Саша, вы нас хотите, да, запечатать? Да, на такой счёт после первого отрезка матча впереди. хозяева поля у хазепанда алмаз противостояние с гостями из нижней сады команда металлок руководить давайте идите потанцуйте покажите как у вас учили ага а со мной так обройтесь привет мы запечатлим сейчас как раз паузу танцевальную вот такой кариатив у нас на стадионе алмаз как и совещание какой же трюк показать и вот юные болельщики болельщица же алмаза выходит на сцену маска от на поле давай настя одна давай 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 молодец поддержит ее все тут трибуны давай мама снимает камеры все на героиню Василиса подержи подругу то Василиса давай 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 не стесняйся а сейчас придет Алина Романовна и наругает вас то что вы не танцуете я сейчас живет ну детей тут не проведешь в отпуск уехал руководитель танцев похоже не будет так не будет и мы идем и танцуют 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 может Дмитрий сейчас покажет класс вот Дима то не стесняется исполнил трюк зомби на коленях на коленях на коленях а вдруг матча сейчас будет так не будет когда вы будете на поле бежать не начнут они же видят что девочки там будут болеть ну пока у нас от тюни болесится соображают ребята выше с мячом финты продемонстрируется вот уже пас пяточкой запишем будет ли гол закрутка ну классно все исполнено и мяч в воротах 7-0 пока вот металл где там подбихали юные алмазовцы уже продолжают игру забивают мячи все что-то из бразильского футбола удара девяточку поскольку первую часть вон мама ее мама саша жена мяч ну перечко затянулся прожатка нужно устроить силы баллиста идите быстрее и что там гол или не гол непонятно мяч мяч еще удары тут голкипер выручает ничего не хотят и нет нет мяч выбивает второй голкипер с тендерочки а у нас юные болельщицы решили что-то из футбольного фристайла показать можно даже волейбол нет футбол да футбол не бери самокат новый футбол а что то что мячик 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 не страшно да беги тут не иди сюда куда ты пошел куда ты пошел ну ты сиди я пошел куда ты самокат пока ладно пока да а да 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 далеко не ходите Ответный пас тоже проходит. Публика призывает уже команды снова продолжить игру. И судья тоже с этим согласен. Нужно продолжать матч. Спасибо ребятам, болельщикам. Игра начинается. Уголы позабивали, попасовались. Игра продолжается. Травму сделать, травму сделать, мое успеху, чтобы я приехал. Ай, не болею, сейчас мы на этом не остановились. Решили погнать еще на беговой дорожке по асфальту. Нет, все силы не сходим. Можно отдохнуть, попить водички. Иди ко мне, сейчас будут играть. Матч у нас продолжается. Второй тайм. После первого отрезка счет 6-0. Иди ко мне. Иди сюда. Впереди Ауха заполнил алмаз. Команда в синей и черной форме выступает. Традиционные гости. Металлурка. Нижняя солдат, красно-белая. Начинаем на беговой охране. Корректор В. Эхим. Артуркино. Город. На бarnу. На бену. На бену. Традиционный ноябрь. На бену. На бену. На бену он так супер. На бену. На бену. На бену. На бену. На бену. Субтитры делал DimaTorzok 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 Классный образ в домик, кулаков уже в линии. Уже в почве штрафной оказался, там была возможность пробить, но он давал передачу в металлурга. Мехоргусев тоже один из лучших бомбардиров, Умаза в этом сезоне, четыре гола забил, но передача. Подача, но слишком далеко от площади штрафной и мяч приходит к Умазу. Димаш, ты там стукнешься, дай я тебе выпущу. Димаш, не поднимай голову. Слушай, они упали, Настя. Николай. Умаза приостановил. Петаль Кривцун. Здесь, наверное, этот алмаз не дает выйти. Супорина Коля. Умаза приостановил. У нас на Николая Кулакова. С ним по тринадцатым номером он действует. Но в итоге пробитик. Одному из лучших снайперов металлурга Николая Кулакова не дали. Два мяча уже забил. Коля в этом сезоне выступал. Начинал устроить по зиму номером. Сегодня он по тринадцатым. В итоге там небольшое повреждение получил Михаил Гусев. Но все равно самотверженно от такой игры. Не дал сопернику пробить по воротам. Там уже в любой момент назревал. В исполнении недолго. Подача и летит она точно в руке Евгению Смирнову. Хороший заброс. Вперед на Алисандра Захарса. Но в итоге в один с женицами фиксируют положение в две игры. магнорепнат prae. Адimasu. Jacksonlisted Rivoli. Ну, они olds до кирптом. Он предложил в начале сезонной войны. Нейтрим народом degrees Calgary 우리는 tonsillar y個人 третьей. Приостановлю вот так у металлогов Алексей Самойлов, менеджер Алмаза. По-моему, ездит на привычной позиции защитника. Классно в касаниях Артема на Александра, Александра набирает скорость. Пас разрезать оборона, Николай Шисаково сделать не дал. Крайонкин, Илья Замешко, в итоге мяч у него остался. Но тут нарушение в этом эпизоде, как и символичкам показалось, не было же там ничего? Не было же нарушения? Говорят, что не было. Хотя он все-таки фол разглядел, еще и желтую карточку выписал. Даже, по-моему, две желтых и Александру. А нет, просто-таки, нечего еще получил карточечник, 14 номер. В общем, такой не очень приятный эпизод, чтобы он приостановился. А мяч в итоге достается Алмазу. Было нарушение в сердце? Ну, мне показалось, что не было. Вот у мужчин может узнать. Это желтая карточка. Нет? Да. Было, да, по-моему, болельщиков нарушения? Да, желтая карточка была. Наши? Ну, посмотрим еще этот эпизод потом, в видеоповторы. Покажут, что там было. Судей все-таки видимо, ближе к эпизоду был. Оказалось, что там сам запутался в мяче Вячеслав Нисько. Ух! Вот сейчас там Трофимов все успокоил, выписал по желтой. Игра продолжается у нас. Классно она выглядит, здесь, кулакомка. Металлоговый удар, касание, красиво. А ватсы срывает. А Теншник. аплодируют за идея но чуть-чуть совсем точности не хватило так бы очень красиво седьмой мяч и был бы уже у артема скажем турнирном положении к началу этого пятого тура 4 матча причем две игры с одни и те же меже участниками стюнка не толк с них а против фатон спойник на первом месте верно лидировать 5 побед разница ничего все поражают три четыре на 10 но пропускается на пускай а фаворита что в следующих играх дим уже придется встретиться с фаворитами с основными конкурентами за медали покажет тоже космоток уставы конспектиками то что довольно много пропускает это еще может и не хватить матча сильных соперникам ну а фаза фанта тоже в лидеров три игры три победы сегодня уже очень близко по поводу четвертого подождем подождем мальчиков классный удар от николая кулакова мук мук вайго престижа на основе на 1 створ суббольной дистанции не угодил в в Ну вот недовольна публика, что 6-0, все-таки пришли посмотреть не разгром даже, вспомнили их любимую команду, чтобы матч был интересный, чтобы была борьба, но у нас, да, пока что преимущество по игре и по счету Лалмаза, но были возможности у металлогов сократить разрыв в счете матча, но пока что не везет он в консовочке. Спас пяткой! Красиво, но не точно в исполнении 8-0 захвата. Так вот Алхузе Панда с камерой победами расположилась к началу этого тура на 4-й точке, тут нам придется включить победы. Это я тогда Василиса! Повысит. Можно повысить. Повысит свое положение, так как Сен-Гойс на тренинград, Сен-Гойс обгоняет, Алхузе Панда выйдет на 3-е место. Ну и Голянку обгоняет, Голянка тоже этот тур пропускает. Таким образом Алхузе Панда выйдет на 2-е строчку от турнира традиции с 12 набранными очками. Ну эти все показали такие многоусловные. Командор проводит не равное количество игр по турам, поэтому нужно еще высчитывать по упущенным возможностям. В этом сезоне идет не очень. 3 поражения в 3-х играх, разница в 14-е сегодня. Уже 6 мячей пропустил Кальхев из нижней солды. Ух ты! Удар парашютиком. Мог же ютнуть мяч. Далим девятку, но не ютку. Кирилл Каша! Кирилл Каша! Кирилл Кепка! И снова у нас пауза на водопой. Это значит, что 20 минут второго тайма подошли к концу. А сколько градусов сегодня не подскажете? 33 было днем, потому что в таких, можно сказать, африканских условиях приходится действовать футболистам, поэтому организует водопочек. Судейская бригада. Курилл Кашев. Мальчик уже ждет. Курилл Кашев. Мальчик уже ждет. Мальчик уже ждет. В окончании футбола. А еще когда 20 минут? Ну, второй тайм, да, такой у нас проходит нерезультативный, пока что ни одного забита мяча мы во втором матерском матче не увидели. Ну, ты не грозишь. Кто-то успевает поздороваться с Александром Ахнышкиным. Последний наш номер, эти все уже результативные действия, и команды у нас возвращаются на поле. Игда продолжается. 6-0, 1-2-1. Игда уже домой, я, наверное, уже задолбала. Николай Шестяков. Шестяков. Единственный номер. Будет разговор стандарт. Подача штрафа на соперника. Бэтбал в воздухе. Выиграет ее Солонисько. Мы в тябузе. Мы в тябузе. Бэтбал уже на флаг идет. И там через них нарушает право. подача удар головой классно все разыграли салдинцы да был сильный акцентированный девяточку одно мяч все таки в столовой не угодил вот так вот немного оживилась игра и у нас андреевчинников еще вошел в игру 4 позиции будут играть защитника паркапук там пытался обострить не получилось сергей соленых на фланге и мяч улетает хоккейный код и не улетает улетают все-таки привозили на автогил кубок гагарина и видимо футболисты какие-то сооружения практически в космос но туда по соседству со стадионом алмазом есть дворец культуры по таким названием космос так что следующий удар может туда и мяч отправит и поюся юный совсем футболист дальнего галиев концовку матча по синей форме не оси черно 20 в атаке конечно отличиться чемпионате города забить мяч спутников 2000 Пятого года. Получи меня! Сама ты маленькая, а тебе четыре годика! Ну, короче, играет алмаз, несет ночный геофанг. А тебе? Пытался в одну касаник играть. А тебе? А тебе мой годик. Тебе один годик, а я тебе два годика. Опасность игралка. Показая. Вот, вот, вот. Вот, 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 вот. А желтую каточку сейчас показали? Нет? Не видели? Желтую каточку? Не видели. Не видели. Угу. Опа. Надо быть с нами рядом сидеть. Малышка. Ну, по-моему, уже по статистике, по отчету посмотрим. Была ли желтая еще одна в этом эпизоде. Что мы алмазом. Там, да, не очень. Хорошо действовал. Юный футболист, вышедший на замену. Пятерой мяч, и вот, нарушка. И давай вспоминание. И давай в футбол поиграем. 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 Снова Нисько. И давай. Давай поиграем в Полину. Какой в Полину. Давай поиграем он. Потом подача. СДЖЕВ Simon toy. Защитник только. Николай емкий. Классный пас ассайда. Нету два в одного даже. Нужно забивать. Весь стадион у нас болеет уже за гостей, чтобы они забили. Но они не забили. А вторым темпом Николай попадает в защитника. Потому что уже 7-0, уже надо один. 6-0. Но пока мяча забито не было в втором тайме. Мы хотим, чтобы один. Но все равно. У нас на публиках уже хочет, чтобы металлур уже отличился. Достепринно встретить солдинцев, что они пустыми руками не уезжали из нижнего Тагила. Раз, что пас центр на юг. 17-го номера. Илья бьет сразу же с лета. Но не точно. Ну, уже, конечно, небо. Звук вот тучами. Уже солнца не видно. Попроба не стало. Уже точно не 33 градуса. И 27. И потихоньку уже болельщики собираются покидать стадион. Концовка уже идет. Настя, ты Настя! Весок очевиден. Афу запомнила черная победа. И поднимается коллектив с поселка Северного на вторую строчку в турнировой таблице. Чемпионат города. Это по большому футболу Северский команд в сезон 21. Мы на роликах покатаемся. Передача. Вперед. До партнера не доходим. Ну чё? Чё нельзя? Вот таки! Могу, гай, не знаю. Вот так, кто-то уже начнет перемещаться к выходу. Вот ещё. Вот кусок. Других точек. А то все тут присели, по-моему, Голос здесь. Ну нет, закричили ни одного. Что-то он забьёт. Мой мяч. Классный приём от Николая Кулакова. Потом уже мяч потерял. Константин Покопенко. Отпасовать назад Алмаз на Сергея Саюны. Удар головой. Это гол в исполнении Дамила. Удар головой. Позорил юного футболиста. Дебютный мяч мой. Домир. За Алмаз на Сергею. И поздравляем! Вот седьмой горы и состоялся, только что нам поменять точку видеосъемки, переместись к центру и сразу дымер отключился. Очень красиво. Перевел соперник на втором этаже. Сейчас футбол начался. Срава у нас тут пролетела, уже футбольное поле покинуло, опасно можно. Мечом получить, лучше тут не летать на такой низкой дистанции. Поддача вперед, цепляется метроутк Николайонкин на Илью. Я бьет удар, Алмаз блокирует. 7-0 счет. 7-0, следим за счетом. Алмаз чемпион, Алмаз чемпион! Вот так вот. Концовку плохой аттрактивный болельщик, Алмаз чемпион скандирует. Может и восьмой мяч мы запечатлим. Здрасте! О, привет! Алмаз чемпион? Да. 7-0. И решил сюда приехать? Я уже не первый раз, уже третий раз посещаю. Следующий матч будет интересный. Будет с Баранчо играть в следующий тур. А, во вторник, да? Здесь же, да? Да, здесь. Вот тут интересно будет. Там уже разгрома, я думаю, не будет такого. Хотя все может быть. Футбол непредсказуемо. На чемпионате Европы что творится? А? На чемпионате Европы что творится? А, да. Сенсации. Да, наверное, Украина чемпион будет. В Украину верите? А они прошли дальше, что ли? Ну, они же с англичанами будут играть. А, ну, они прошли, да? Одну восьмую. А кого они переграли? Да, пожалуйста. А они этих. Шведов 2-1 в дополнительное время. Как раз же у нас тут за Алмаз играет Слава Месько. Болеет за Украину. Как настроение? Сколько сегодня голевых действий выдал? Считал? Даже не считал. Потом видеообзор покажет. Пас пяткой по-стрессовски красиво. Вот как раз вот Вячеслав Месько, который за Украину болеет. Ну, вот его команда уже в четверть финале, как мы выяснили. Тоже вот болельщик со стажем верит, что они выиграют чемпионаты Европы. Посмотрим. Всяко бывает. А Греция восстановилась. И Даня в свои времена. Такие темные лошадки выиграли. Бьет у Дамир. Был близок. Оформил дубль. На исполнение. Удар. Но как раз в створ не попал. Музыка. Музыка. Унар. Тайклесун разграет аутер Он все очень популярный, у нас еще с темною В сезоне 20 Интересно, сохранится ли он таким в этом матче Супер свечу зажигает Кенис Минод, если бы в сторону Космоса, по-дамечному моменту, наверняка он был бы уже там на орбите Все-таки выиграл Игра у нас продолжается, концовка матча, 7-0 у нас впереди Забрался в штатную на Николай Ионкина Там этажа воздух выигрывает Как алмаза Запланты И уверенно, голосом играет Денис Минод подсказывает, что он первый будет на мечети, чтобы никто ему не мешал Наступного, как он был отыскатов Денис Минод Наступного, как он встал Красный период, и тут Евгений Эсминов все прочитал Классно действовал на выходе. 1 на 1. Дмитрий Таранченко простреливает на дальний фланг. Мяч доходит до партнера. Платем шлых. Обыграть Илью не получилось. 18 номер отобрал. Пас вперед в дальний. Но там доборолся Александр Прокопук. Аккурс. Николай, классный прием. Пробить чуть не получилось. Мяч слишком далеко отпустил. Мяч снова металлурга. Николай Шестаков. это может свести с трибуны но это нет это не не свисток судим играющий продолжается еще минуты долгов попроса гол притяжа забить 8 оформить ворота гостей от тем не смог обработать мяч ну там и на дачу с этого передача не спорить играть футбол наш приема константина мяч потерян твои вот из чинников пас наперед а потом шлик я тогда тут немножко передержалась матч еще я все и правила нарушил быстрозыгрыш виталий крицун подает соперника удар беженюгал мимо николай кулак у нас удар больше снайпер команды 2 мяча но там волейбол успевает прыгать на карту все виды спорта цене записи стрельбол и вутбол в альбову немного еще какие-то же вспомнили благодаря тому что отмечу техно на код недавно у нас вот кубок гагарин буквально вчера и вес его напомню семена кистяков стал обладателем самого трофея страны стоя омского авангарда фор фиксирует вадим ржаницын в атаке мяч приходит салдинцам у нас солнце за тучи спряталась такая картинка облака виде кометы стадионом алмаз салдинцам удар блокировка и самов а смесь и подачного металл привал тут посуда здание дистанции казалось месяц салат юг нет тесто такой необычной траектории закруточка но нет все там было под контролем евгения смирного и на этом все мальчишуса счет 7-0 победа держит а вот запад алмаз скангирует публика алмаз чемпион вот это победная игра это Жека, пару слов как-то на ноль опять сыграл. Чемпионаты в лобе пересмотрел? Андрюха, а вот ты-то мне интервью и дашь, последний, вышел с поля. В обороне сегодня уверенно сыграл? Да, я старался, спасибо. Ну, придется, придется отдуваться. Леха, Леха! Владимир, пару слов о матче, давайте, давайте. Как вам игра? Нормальная игра. Ну, были уже возможности Металлурга? Были. Почему не получалось это сделать? Ну, видать, что-то не получалось немножко. Не везло просто. Не везло, да. Передать вижу, отдают, бьют, все практически мило. Ну, хорошая игра в исполнении «Алмаза», очередная победа. Да, хорошо все. Можно у вас небольшое интервью по матчу? Да, пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Удинцев, Павел Валентинович, тренер команды Металлурга. Ну, поделитесь впечатлением матча, как сказалось, игра для вашей команды. У нас все омоложение. Ребята, молодежь одна такая, там один-два старичка. По сравнению с теми годами. Поэтому нам сейчас эти команды не по силам, не по зубам еще. Ну, за счет чего второй тайм удалось сдержать атаки «Алмаза»? Всего один мяч же пропустили? Да, да, да. Ну, опять же, они немножко шесть забили и устали. А, успокоились иногда. Конечно, они уже что, результат сделали. Ну, и мы немножко уперлись. Замены провели? Нет, да, замена была одна, но вратаря поменяли. Вратаря поменяли? Просто между собой здесь немножко поругались. Ага. Друг другу навтыкали, вышли и стали друг за друга биться. А то вышли-то сначала 10 минут. Если честно, до игры проиграли. Вышли, увидели. О, молодежь-то, она же не играла еще в таких условиях. Ладно, мы там проиграли. А они-то сразу увидели, этот из «Фортуны», этот там, отсюда. Я говорю, вы что до игры-то проигрываете? Выходите, бейтесь. Первые 20 минут, вообще, и стояли. Не могли ничего. Ну, что, на этом учатся. На этом учатся команда неплохая. Ну, давайте все-таки выберем лучшего игрока, MVP в вашем составе, кто-то сегодня был, кто больше всех старался. Да, я думаю, у нас лучший-то Виталий Кривцун по правому краю. Да, Виталий опытный игрок. Да, он как бы опытный. И за «Титан» поиграл. Ну, он там игру две, а как-то парень ответственный. Сегодня вот он их завел. Начал не только на своем месте играть, а отрабатывал и защитникам помогал. И они увидели, что человек работает, а как не поддержать. Николай Кулаков тоже остро действовал. Да, эти хорошие парни, Кулаковы. Характер немножко тяжеловат, но мы переломаем. Ну, спасибо большое. Удачи вам уже в следующих матчах. Призять еще. Спасибо. Ну, там уже нам полегче команду-то. Ага. Спасибо тренеру команды «Металлок». Приграв 7-0, подошел и все разобрал. На все вопросы ответил. Ну, и на этом мы уже заканчиваем трансацию. Матч со стадиона «Алмаз». Я Худяков. Всем спасибо за внимание. До свидания. И удачи. И после матча в интервью надает новичок команды «Аухазепланта» «Алмаз», «Игор Караваев». Игорь, поделись. Сначала причиняем матча. Как сказал, сыгра. Дебютирую. Игра очень была непростая. Тяжело было влиться в мужской футбол. Как бы набегался. Сколько вам времени выделили? Минут 20 вроде. Концовочку, да? Матч подавили? Да, концовочку. Отлично побегал, понравилось. Буду продолжать в том же духе. Сыграть уже снова партнерам или все? Предстоит прибавлять в этом компоненте? Прибавлять, конечно, буду, чтобы попадать и снова попытаться буду. Ага. Мы знаем, вы только что недавно приехали из Украины. Да. За какие команды там играли? Какую школу прошли в футболе? ХДВ УФК номер один – это Харьковский дежурный университет физической культуры. Там команда базировалась сначала УФК «Олимпик», потом перебазировалась на «Металист». Там бегал. А сыграл сезон и потом получил травму и ушел оттуда. А почему в футболке «Шахтера»? Видимо, тоже как-то выступали? Или вам подарили? Да, играли против «Шахтера» и там товарищи были, пообменялись. Ну и расскажите, сейчас же проходит чемпионат Европы. За кого болеете? За Украину, за Россию? За Украину, за Россию. За обе команды. Я уже вылетел, теперь за Украину. Смотрели одну восьмую. Расскажите об этом матче, кто там, как развивались события, с кем играли. Я смотрел, мне очень понравился матч Украина-Швеция. Это вот и была одна восьмая? Да, одна восьмая. Мне понравилось. С каким счетом завершилось? 2-1 выиграли. Зинченко забивал, да? Да, Зинченко и голевую отдал на 120-й минуте. Артем Довбек из ИСК Днепра. Красиво тоже. Ну, кто вам больше всего из этой команды нравится сборной? Зинченко. Зинченко и нравится, автор Голланд. И Гарвай. И попали они сейчас в 1-4 на команду? На Англию, на Англию. Ну, сложная очень команда. Они же в этом, по-моему, розыгрыше даже не пропустили? Или все-таки немцами забивали? Что-то вот не могу припомнить. Немцам? Нет, Англия же не пропускала вообще. Нет, ни разу не пропустила. Даже немцы не смогли им забить? Да, немцы не забили. Ну, будем надеяться, что Украина их огорчит с вашей поддержкой. Ну, спасибо большое за развернутое интервью. Желаем вам удачи на Тагильских полях. Играйте футбол. Хорошо, спасибо. Будем следить за вашей игрой. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. А где это можно посмотреть? Это у нас спортивный портал ВКонтакте. Спотак 1, там все будет. Спасибо.